Война всегда несёт разрушение, смерть и страдания народов. Ахдам – яркий пример итога войны. В регионе Южного Кавказа должен быть достигнут мир и политическое взаимопонимание. Об этом по итогам визита, воссвобождённый от оккупации город Ахдам, заявил специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тайвук Лаар. Гости ознакомили с фактами варварства, учнёнными в отношении культурного, исторического и религиозного наследия города в период оккупации. Спецпредставитель также посетил Аллею Героев. В своё время здесь были похоронены некоторые из жертв Ходжалинского геноцида. Однако после оккупации Ахдама кладбище было разрушено, могилы уничтожены. Делегаты также проинформировали, что находившийся здесь памятник героям Второй мировой войны также разрушен армянами. Европейский Союз – сторонник мира и безопасности. Мы работаем с Азербайджаном и Арменией для достижения стабильности и безопасности в регионе. То, в каком состоянии сегодня находится Ахдам, напоминает мне о разрушительных последствиях Первой и Второй мировых войн. Это тяжёлая реальность, но мы должны строить иное будущее, чтобы подобное не повторялось. Спецпредставители подробно проинформировали о генеральном плане восстановления Ахдама, стратегии по экономическому развитию региона и социальной политики на освобождённых территориях. Параллельно визиту делегаций из Европы Ахдам также посетили представители Ассоциации омбудсманов, стран-участниц Организации исламского сотрудничества. Основная цель факторологического визита – провести мониторинг на месте на освобождённых от оккупации землях Азербайджана, собрать доказательства, подготовить отчёт по результатам и направить его в международные организации. Это геноцид в отношении культурного и исторического наследия, это преступление против человечности. Мы всё это отразим в отчёте. Документ будет представлен в ООН, а также направлен во все международные организации. Наша основная задача – оценить ущерб и увидеть, как эти памятники культуры и истории восстанавливаются. Мы также хотим, чтобы в мире узнали о том, что произошло на территориях Азербайджана в период армянской оккупации. И, конечно, в случае войны не допустить повторения подобных преступных действий. По завершению данной миссии будет составлен отчёт, который в дальнейшем будет использован для привлечения Армении к ответственности. Вопрос компенсации, как известно, только в Агдаме 98 тысяч мин. Делегация Ассоциации амбусманов стран-участниц ОИС также посетила жемчужину Карабаха, город Шуша и Тертерский район, который во время 44-дневной Отечественной войны подвергся наиболее интенсивному обстрелу со стороны вооружённых сил Армении. По району было выпущено более 16 тысяч снарядов, 21 из которых были запрещёнными. Делегация провела тщательное расследование и зафиксировала факты преступления Армении на азербайджанских территориях. Продолжение следует...